Ярославль У меня уже есть на примете режиссер нашего местного Пашита, Маша, которая с радостью готова будет принимать в качестве компаньона, так сказать, кого-то из тех, кто заинтересуется этим здесь, на ярмарке. Суть, собственно, нашей истории, вот какова. Я расскажу. Да, собственно, вот так примерно выглядит гостяк нашего фильма, который мы предполагали изначально назвать, но не так, как заявлено было в теме на слайде. Мы хотим, чтобы нашла свое отражение в нашей картине такое явление, как Ярославская весна. Собственно, в хронологии это 30 последних лет истории нашего города, которые отражены вот здесь, на этой линейке, временной. Но, собственно, сама Ярославская весна — это 4 года с 2011 по 2015 год гражданской активности, который в нашем городе зашкаливает. Началось все в конце 80-х. Предполагается, что мы сможем найти свидетелей тех событий и участников, конечно. Многие из них живы и есть что вспомнить. Мы хотели на митинги, так сказать, еще до того, как это стало мейнстримом в столице нашей рубины. Соответственно, Ярославский народный фронт — это первое место в СССР, где такая организация была создана. И, как видите, пользовалась огромной массовой поддержкой поселения в самом городе. Пятитысячные собрания граждан на главном стадионе города в конце 80-х — фактически народные вещи для обсуждения общегородских проблем, согласитесь, это мощно. Соответственно, тогда же мы засветились своей дружбой с Берни Сандерсом, мало, кому тогда известно, сенатором штата Вермонт. Есть такая история в Америке. Берни Сандерс был кандидатом в президенте Демократической партии, вы знаете, в США. Вот, собственно, пропустил нас в 87-м году и провел у нас свой бедовый месяц, признавая, что это была странная история. Собственно, ну, естественно, в прессе все находило свое отражение, основного слева и все, что с этим связано, как бы, разумеется, происходило во всех глазах в нынешнем понимании. Конец 80-х, начало 90-х, связанных со спалом Ярославского народного фронта и тем, что многие наши политики из провинциального города Ярославля перепрались в столицу и начали в федеральный статус и определенную известность здесь. Затем, то, что происходило в конце 80-х, нашло свое отражение в культуре, которое, разумеется, также должно найти отражение в наших темпах. Мы считаем, что платили вот столько на общественных, гражданских проектах не имеет смысла, нужно находить постоянно этому подтверждение в реальной жизни. Ну, и, собственно, культура, которая бурнула у нас в виде рок-глуба, в виде знаменитей же постановки «Иисус Христосовая звезда», перевод которой также создавался самими и Ярославцами, и мы из моих авторов этой работы. Джаз, театр танца, открытие провинциального колледжа в начале 90-х. Это было совершенно невообразимо для нашей системы образования, так сказать, традиционных штурм. Люди для старшин-плаздников разного рода фестивалей. Все это сменилось. Мы идем дальше по технологии за столик двухмесячных годов. Ну, и, собственно, тем, что замечательные люди стали управлять городом и регионом, но ничего толкового для развития они не принесли. Ну, традиционная стабильность, которой сменяется любой расцвет. Ну, и, собственно, дальше мы пришли к тому, что все эти события выплеснулись в начале 2000-х. Спасибо вам. Так лучше слышно. О, вау. Все это выплеснулось на улице в 2011 году, когда случилась жуткая катастрофа с хоккейной командой «Локомотив», о которой вы, конечно, знаете, упал самолет под Ярославль. Настроение людей после этого резко изменилось в не лучшую для власти сторону. И также все это исторически совпало с моментами выборов здесь, в России вообще, да, выборов в Государственную Думу, которые народ не признал. В Москве люди вышли на паломы, у нас они вышли на основную городскую площадь, площадь юности, и это тоже более тысячи человек. Митинги продолжались как раз, вот, примерно, да, всю зиму 2012 года, и все это в итоге пришло к периоду выборов мэра, о котором вы тоже знаете. 70% граждан отдали свои голоса за кандидата оппозиции. Евгений Урлашов, так его зовут, и правил он нами примерно полтора года, после этого случился его арест. Раз цвет в это время разного рода общественных настроений также имел место. Ярославские монстрации, самые ближайшие монстрации к Москве проводятся именно в Ярославе, недалеко, так что, если будет возможность, приезжайте, становитесь героями уже 1 мая, ближайшая из них состоится. Ну, собственно, арест Урлашова по логике событий, о котором я говорил, самый большой митинг в истории города более 5 тысяч человек, 1% населения города, это как если бы в Москве вышло 150, может быть, 200 тысяч человек на улице. По имени Бориса Немцова в нашей области, где он избирался областным депутатом, я лично участвовал в его компании, и это было, конечно, для города тоже очень значимое событие. Затем убийство Немцова, примерно так же полтора года его пребывали, у нас вот так же запомнились определенными событиями. Мы постепенно приходим очень торопиться, вы понимаете, мы ограничены временем презентации. И вот нынешнее событие – это уже новые люди, это уже как бы окончание весны и некое новое явление, которое мы должны сейчас констатировать. Соответственно, мы хотим резюмировать наш фильм, и вот к этому я подвожу, что Ярославль в каком-то смысле уникальный город, поскольку он в себе так интенсивно все сосредоточил, да, из общественных явлений нашей страны последних 30 лет. Но именно в этом он и показатель для страны. Ярославль – это такая надежда для страны. Поэтому смотреть на нас и на нашу весну очень полезно было бы всем жителям нашей страны для того, чтобы делать определенные выводы и, в общем-то, не сдаваться. Спасибо. Спасибо. Спасибо.